Добрый вечер, уважаемые слушатели. Добрый вечер. В эфире Финам.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем текущую ситуацию на финансовых площадках. Собственно, постараемся сегодня услышать от моих гостей некие прогнозы. Да, Миша, прогнозы. Как в гибдрометцентре традиционно мы сравниваем это. Прогнозы по рынку акций до конца текущего года. Ну, может быть, и в более среднесрочной перспективе. Значит, я представлю, прежде всего, сегодня в гостях Павел Подилько, управляющий активами М2М Private Bank. Добрый вечер, Паш. Добрый вечер. И Михаил Молодов, директор департамента торговых операций инвестиционной компании Maxwell Capital. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Уважаемые слушатели, традиционно, значит, у вас есть возможность, да, к нашей беседе присоединиться. Сделать это можно тремя способами. Один из них – телефон. Звоните по телефону 6510-996, код Москвы 495. Также зайдите на сайт finam.fm и задайте свой вопрос там. Либо зайдите на сайт finam.ru и присоединитесь к нашему мероприятию в режиме видеоконференции. То есть вы будете иметь возможность не только слушать все, что происходит в студии, но и, соответственно, видеть. Я не уверен, что это доставляет эстетическое удовольствие, но возможность такая есть, тем не менее. И, кстати, там же у вас есть возможность задавать свои вопросы. Ну и последнее приготовление. Традиционно картина маслом 18.05 в Москве. Что мы видим с вами на финансовых рынках? Сегодня хороший день, да, Миша? Сегодня хороший день. Сегодня индексы отечественного фондового рынка просто развернулись, я бы сказал так. Ну, как вот, гармошку разворачивать. Индекс РТС прибавляет на 18.05 больше полутора процентов. 1508 его котировка, то есть он, видимо, пробивает уже, да, 1500. Индекс ММВБ также, да, высоко поднятой головой сегодня торгуется. Больше чем 1,2 процента. 1466 текущая котировка. Дальше смотрим на сырьевые рынки. И там мы видим оптимизм сплошной. Нефть марки Берент предбавляет больше процента. 107.77, ну, практически 108 долларов за баррель. Золото продолжает торговаться в диапазоне. И, тем не менее, сегодня тоже оно растет на полпроцента. 1718 его стоимость за тройскую унцию. Ну, и индикатор валютного рынка евро-доллар сегодня активно, да, тоже растет. Вышит 30-й фигуры. 1.3041 его курс на это время, на этот момент. Ну, и основной набор головых фишек. Я, наверное, опять повторю, не повторю, а я подчеркну, да, ситуацию в Автовазе, который по всему, да, отыграл уже известную новость и продолжается. Фиксация прибыли сегодня также теряет практически больше 2%. Помимо этого, в минусе сегодня Росгидро против рынка, да, хуже рынка эти торгуются. Эти бумаги, а все остальные в зеленом цвете. И лидерами можно назвать ГМК Норникель почти 2%. Банк ВТБ больше 1,5%. Сбербанк отстает от своего коллеги. Ну, и Сургут нефтегаз вот еще у меня. А, Уралкалий 2,5% тоже прибавляет. Ну, в общем, все неплохо как-то так, да, мне показалось. И даже, простите меня, уважаемые аналитики, как-то запахло новогодним ралли. Прав я, Миша, нет? Скажем так, оно сейчас происходит. Ну, во-первых, я не аналитик. Хочу бы сейчас отказаться. Хорошо, да. Есть такая тема, Миша, я прошу прощения, да, что, так сказать, люди, которые непосредственно управляют активами, как-то, ну, так, обижаются иногда, как их аналитиками называют. Не хотел обидеть вас, не хотел. Да, ничего. Что касается текущего рынка, в принципе, вот то, что я ждал, это происходит, да. Я ждал, это 1450-1460 до экспирации, пробития, выход на 1500. Ну, мы видим, что до экспирации действительно начинают тащить все вверх. Квартальная экспирация для инвесторов, кто не знает, 14-18, в начале акции, потом индекс. После этого, я думаю, что может произойти какая-то двух-трехневная коррекция, потом можем опять подрасти. Но не надо забывать, что фактически следующая неделя, она последняя перед Рождеством католическом тамо, за рубежом США, Европы. Поэтому, наверное, активная неделя, она будет последней. Далее мы будем уже сами по себе торговаться, по большей части, без объемов. Ну, наверное, какая-то переоценка к концу года будет, тех акций, которые сильно обвалили, и акции, наверное, менее ликвидные, как у нас любят инвесторы их переоценивать на конец года. Наверное, вот эта переоценка произойдет, но в целом, я думаю, что закрытие индекса ММВБ, оно будет на уровне близкое к 1500 пунктам по ММВБ. Какого-то ралли на конец года я, наверное, инвесторов сейчас с оптимизма не подброшу, ждать не стоит. Ну, то есть, если говорить о ралли, о неком, да, вот, каком-то глобальном росте, а все, что происходит сейчас, в конце концов, опять уложится в некие диапазоны, правильно? И ничего особенного мы не увидим. Паш? Я не соглашусь в том, в том плане, что у нас рынок будет колебаться в каком-то диапазоне, сейчас сложились, на мой взгляд, все условия, особенно, там, задали данные по занятости на прошлой неделе в США. Да. Соответственно, на мой взгляд, ММВ рынок, индекс ММВБ будет закрываться выше, там, 1500 трех пунктов. Трех? Да. Ну, Паша известный, да, он не любит ровненькие цифры. Здесь есть определенные уровни, середина года, там, 1570 РТС и выше, я полагаю, что будет закрытие, 1503 и выше ММВБ. С чем я это связываю? С укреплением рубля против доллара, вернее, ослаблением позиций доллара на международном рынке. То есть, пара евро-доллар, на мой взгляд, достигнет 1,33. Это все до конца года сейчас, да? Это до конца года, при этом, я полагаю, что движение рынка основной сложится в ближайшие, вот, текущие недели, следующие, да, то есть, в ближайшие полторы недели рабочие, потом у нас затишье. Я не думаю, что российский рынок будет закладываться на рост в начале следующего года. Соответственно, максимум, скорее всего, мы увидим в ближайшую неделю, на следующей неделе, после чего, все-таки, ну, рынок остановится. При этом, на мой взгляд, ход рынка акций в среднем может составить более 7%. От текущих? От текущих уровней. С одной стороны, недооцененность довольно-таки тяжелых бумаг в индексах. Отрисовка, не отрисовка на конец года здесь можно поспорить, потому что в течение года много достаточно было идей и имен, которые выросли. И при этом смысл, допустим, отрисовывать какие-то конкретные имена, ну, наверное, не так много, как это было в прошлом году и так далее. В целом, если обратить внимание на европейский рынок, на американский рынок, там есть у нас ралли. На мой взгляд, до конца года все-таки американские индексы повторят максимумы, которые у нас были. Летом? Да. Ну, и, наверное, мы здесь остановимся. И остановимся. Да, потому что есть много против дальнейшего роста. Много факторов. Тем не менее, все-таки ты это движение назвал бы ралли. Да, сейчас оно, впоследствии его назовут предновогодним, рождественским и так далее. Ну, как это обычно бывает. Да, в принципе, рост в отдельных именах или там на 10% и более за достаточно короткий срок, это ралли. Это ралли, конечно, есть проценты, серьезно. Ладно, мы об отдельных именах чуть позже. Я вот, если позволишь, тебе вопрос сразу хотел бы задать. Ты говорил, что, ну, в частности, да, рост рубля, это не рост рубля, а ослабление доллара. И говорил о Форекс, и говорил о каких-то глобальных. А с чем связываешь ты ослабление доллара? То есть, на мой взгляд, укрепление, возможное укрепление доллара, ну, то есть основная пара евро-доллар, да, то есть пока без дополнительной программы количественного смягчения, назовем это, в Европе, ослабление позиции евро я не жду. С другой стороны, ожидание рынка относительно дополнительных стимулирующих мер, да, может в той или иной степени, да, способствовать ослаблению позиции доллара сейчас. То есть, именно вот в этой последовательности ты ждешь событий, да, то есть, скорее всего, в Европе никакой дополнительный стимул не понадобится, а, кстати, я... Стимул понадобится, но не сейчас. Не сейчас, да. Да, позже. Не до Нового года. А я, кстати, хочу напомнить слушателям, прежде всего, да, сегодня заканчивается двухдневное заседание Комитета поставки Федеральной резервной системы, и сегодня выступает Гассейн Бернанке в 23.15 по Москве, вот, и как раз то, о чем сейчас Паша сказал, может быть сегодня не озвучено, а может и не озвучено. То, в конечном итоге, может и привести, да, к повышенной волатильности на Форекс, прежде всего, да, ну и на американском фондовом рынке, ну и потом сформировать эту самую тенденцию, да, к новогоднему ралли. Ну что, поживем-увидим, поживем-увидим. Хорошо. В таком случае, давайте мы тогда с вами сейчас поговорим, ну, сначала на некие глобальные темы, все-таки пошли вопросы более-менее конкретные, я думаю, мы оставим их на потом. Так вот, глобальная тема фискального обрыва, я понимаю, наверняка, уважаемые коллеги, уже оскомено у вас, да, уже, так сказать, язык не особенно шевелится, даже произносите это словосочетание. Миш, ну, тем не менее. Ну, фискальный обрыв, это сильно преувеличение, которое было создано, соответственно, у нас с американскими определенными политиками перед выборами. То есть, эта тема поднялась буквально за несколько месяцев до выборов, она муссировалась, муссировалась, сейчас она уже не так муссируется, вроде как уже говорят, что чуть ли он не будет, но котировки, допустим, акций на это, соответственно, вообще никак не реагируют, американских акций. Это говорит о том, что, скорее всего, если что-то и будет, как такового обрыва не будет, будет договоренность, то есть пойдет на уступки Обама, пойдет на уступки республиканцы и, скорее всего, примут какой-то проект, который именно уступит и тем, и тем, и, соответственно, в проигрыше будут не те, и те. Поэтому я думаю, что никакого фискального обрыва не будет, и, соответственно, на самом деле фискальный обрыв, это не начнется, он прям 1 января, и все, конец всему, конец мира, этого не будет. Ой, страшные вещи говоришь. Ладно, сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели. Сухой остаток на Финам.ФМ. Я Олег Дмитриев, в студии Павел Подилько, управляющий активами М2М, Private Bank, и Михаил Молодов, директор департамента торговых операций институтной компании «Макс и Капитал». Правильно я прозвал? М2М. Все, добрый вечер. Добрый вечер. Итак, продолжаем наш разговор. Тема фискального обрыва сейчас была озвучена Мишей. Не видит он никакого обрыва, не видит возможности упасть с этого обрыва. Все это, я так понимаю, маркетинговый ход. Это не маркетинговый ход. Это действительно существует, но просто то, что говорят именно, скажем так, на фоне, что может произойти, это сильно преувеличено. И поэтому я считаю, что именно то, что говорят, этого точно не произойдет. И, скорее всего, как такового фискального обрыва его просто и не будет. Паша, я знаю, у тебя другое мнение по этому поводу, но давайте послушаем звонок. У нас есть звонок. Владимир, добрый вечер, вы в эфире говорите. Да, добрый вечер всем. Два вопросика. Вот вопрос по рублю хотел вернуться. Ну, да. Ну, вроде как и говорили, что и корпоратам нужно выплачивать проценты и кредиты возвращать. Вроде как будет спрос на доллары, да. В связи с этим... Подожди, подожди, подожди. Корпоратам нужно... И спрос на что? На доллары? Ну, да, возвращать кредиты в Европу. А, понял. Возвращать. Вот. Как бы не совсем произошло, да. Вроде конец года должны возвращать. То есть, ну, где, как бы, говорится, подбирать доллар против рубля. Ну, хотя все пошло, как говорится, в риск, да, понятно, поэтому, видимо, и рубль растет. И в связи с этим, ну, как бы не с этим, второй вопрос. Доллар падает, да, ко всем валютам, а вот золото у нас не падает. Это же вроде как, ну, защитные... Подожди, доллар падает ко всем валютам, да? Да. Золото не растет тогда, потому что если доллар падает и к золоту, тогда оно должно расти. Ну, а вот золото почему не падает? То есть, оно же, ну, это же защитные активы должны, как бы, падать, раз все в рисках побежали. Нет? Ну, ладно, сейчас... Если нет, то нет. Нет, нормально, нормально. Вот, да, и по рублю скажите, где подбирать. Я понял. И когда? И когда? Может, 29,5 или все-таки где ждать? Спасибо. Спасибо, Владимир, спасибо. Ну, давайте с рублем, собственно, прокомментируем. Я сейчас покажу. На споте текущий курс у него... Тын-тын-тын-тын-тын... 30,58. 30,50 там поддержка была. Да, да, укрепился он здорово сегодня. 30,58 текущая его котировка. Где подбирать, спрашивает Владимир, Паш? Я бы стал начинать подбирать доллар на уровне 29,5. Ну, туда должен прийти еще, значит. 29,29. Ну, конечно, мы же сейчас где? Можно и сейчас... Все зависит от того, какой риск вы готовы на себя взять. Можно и сейчас, в принципе, рынок 30 рублей 50 копеек определил для себя как некий саппорт. Я с этим не согласен. У меня другое мнение, что все-таки рубль крепче на текущий момент должен быть. То есть реально 29,5 мы можем до конца года увидеть, правильно я понимаю? Да, если еще не покрепче будет рубль. Так можно выразиться. Касаемо золота. Золото у нас скорректировалось за последние, там, три недели. Да, то есть золото не растет. На ослаблении доллара, наоборот, должно, казалось бы, расти золото. Но золото, поскольку это у нас защитный актив, да, и когда мы идем в риск, золото не покупают. При этом смысл его продавать так же, да, ну, я расцениваю динамику золота последних недель. То есть продажа уже осуществлена, деньги, часть выведена, да, перешли они в акции. В принципе, дальнейшая продажа золота абсолютно не... Нелогична. Даже не то, что нелогична. Ну, неожидаемо. Да, неожидаемо. Поэтому, дешево, то есть того, что будет золото падать, я не жду. Я полагаю, что золото будет расти. Миш, что про рублю ты скажешь? Ну, во-первых, про рублю надо понять, почему у нас такая динамика. Правильно сказал... Слушатель. Слушатель, да, что странно, что он укрепляется на фоне того, что у нас основные внешние платежи по корпоративным долгам в долларах, там, в евро идут именно вот приблизительно ближе к концу декабря. Здесь, наверное, стоит отметить тот факт, что у нас сейчас как раз происходит такой фактор, что разрешили покупать ОФЗ напрямую нерезидентам. Это произойдет, наверное, в начале следующего года через Евроклир. Соответственно, на фоне этого кто-то из нерезидентов уже готовится и на этом фоне продает доллары и покупает рубли для того, чтобы участвовать напрямую в покупке наших ОФЗ и вообще наших корпоративных облигаций. Поэтому здесь, скорее всего, это связано именно с этим. Я не думаю, чтобы у нас рубль так укреплялся, если бы этого действия не произошло. Вот я связываю укрепление рубля только с этим действием, потому что других поводов для укрепления рубля, судя по статистике нашей экономики, я, честно говоря, просто не вижу. Ну, естественно, цены на нефть, которые средние за бочонок нефти торгуются, если брать марку Brent, 110 долларов за марку Brent по итогу, наверное, этого года. Ну, вот это единственная поддержка, которая сейчас есть у рубля. Что касается золота, ну, понимаете, инвесторы должны понять, что как таковых защитных активов не существует. Это вот все, это мифы, это просто придумывают определенные экономисты, которые это толкают в народ. Нет защитных активов, нету. И 2008 год, если вы вспомните, золото так же падало, потом оно росло, но оно вначале так же сильно упало. И поэтому я думаю, что, учитывая, что золото это такой же финансовый инструмент, который подвержен сильным спекуляциям, он, скорее всего, и будет рассматриваться даже не как защитный актив, а как определенное вложение деньги в моменте. То есть, как сырьевой актив, да, там можно вкладываться нефти, металлы, прежде всего золото. И, естественно, что, учитывая, что сейчас в золоте находятся там Сорос и Полсон, в своих хедж-фондах, которые рекламировали, что золото очень дешевое, ну, я могу им только пожелать удачи, да, для роста котировок золота. Но не забывайте, что, в отличие от нефти, которая, в принципе, у нас используется в основном как исчезающий продукт, то есть его нужно всегда пополнять. Да, то золото, оно не является таком пополняемым продуктом, потому что в промышленности оно фактически не используется, меньше 20%, в основном это в ювелирных изделиях, и лежит просто в центробанках мертвым грузом. Но, с другой стороны, все равно, золото, актив-то конечный, да, но нет постоянного пополнения этого золота, оно же все-таки имеет какие-то пределы. Нет, оно имеет пределы с точки зрения, наверное, запасов мировых, но, естественно, что никто не знает, сколько мировых запасов золота, все только предполагают. Поэтому я бы сказал, что если вы возьмете статистику прироста золота вообще в целом, то вы увидите, что, на самом деле, золото становится все больше и больше. То есть было в том году 166 тонн, в этом году уже 177 тонн добыта. И, соответственно, оно никуда не исчезает, оно в ювелирных изделиях и просто лежит мертвым грузом. Поэтому, на мой взгляд, золото это просто такой же финансовый актив, и не нужно верить определенным кругам, что вы защититесь, вы не защититесь ни от чего, если произойдет какой-то катаклизм. И оно также рухнет вместе со всеми. Естественно. Я понял. Паш, давай тогда вернемся к фискальному обрыву, и ты свое мнение хотел озвучить. На мой взгляд, проблема долга в США, она никуда не уйдет. Единственное, что можно добавить по поводу фискального обрыва, да, то есть и республиканцы, и демократы не заинтересованы в применении данной мер. И те, и другие, то есть это в открытых источниках, да, то есть все уже написано за неделю, так сказать, до текущего события, за две недели. Где четко сказано, что ни те, ни другие не заинтересованы. Скорее всего, они договорятся о переносе данной процедуры на некоторый срок, до года. Вот поэтому, скорее всего, я считаю, что все равно сокращать долги нужно. Как это будет сделано, другой вопрос. Когда это будет сделано, также другой вопрос. Возможно, не сейчас. Скорее всего, не сейчас. То есть точка в этом вопросе в этом году поставлена не будет. В этом точно не будет. В январе мы проснемся и увидим, что мы увидим? Увидим фискальный обрыв. Фискальный обрыв, да, уже следующий год, да, точно. Да, да, совершенно верно. Резки, ну, то есть об этом уже сказано, что никто в этом не заинтересовал. Я понял. Хорошо, давайте вернемся тогда к вопросам. Есть у нас сейчас вот здесь, да, вот. Ну, это мнение, можете согласиться, можете нет, можете проигнорировать. Добрый день, господа, пишет Рок. Верите ли вы, что в отличие от новогоднего ралли мы увидим на рынке российском, да, новогоднюю распродажу? Ну, скажем так, распродажу, как, наверное, подразумевает инвестор, обвал мы не увидим. Ну, я бы сказал, что после экспирации опционов коррекцию вниз мы можем увидеть, потому что... То есть вот она-то и будет этой самой распродажной. Ну, можно сказать, да, потому что я, опять же, не говорю это вот просто так. Это надо взять статистику, взять экспирацию опционов квартальных и посмотреть, что происходило потом. В большинстве случаев происходила потом некая коррекция. Коррекция там бывала разная, но учитывая, что сейчас у нас все-таки конец, скажем так, года фактически, то вполне возможно эта коррекция будет в пределах какого-то разумного, там, 2-3% вниз максимум. Но думаю, что после экспирации опционов на протяжении, там, нескольких дней пойти пониже мы можем именно на фиксацию прибыли до того момента, как на экспирацию тащат вверх акции. Я понял. Ну, ты не ждешь распродажи, я уже понял. Я сталкиваюсь с тем, что у нас рынок в течение года ждет и ждал отметку 1000 пунктов по индексу РТС, 700 пунктов. Я не исключаю таких сценариев. Для этого что-то должно произойти. Может произойти коллапс, вот конкретное событие прямо сейчас. Ну что ж, мы продолжаем обсуждать текущую ситуацию на финансовых площадках. Напомню, сегодня в студии Павел Подилько, управляющий активами М2М Private Bank. И Михаил Молодов, директор департамента торговых операций и институтной компании Maxwell Capital. И вот сегодня забавная такая история. За эфиром коллеги, аккуратней, Паш. Коллеги, значит, своей точки зрения продолжают друг друга озвучивать, и они расходятся во многих взглядах на ближайшие события. И это интересно. Но прежде чем мы продолжим этот разговор, я хочу обратить ваше внимание, открылись американцы, открылись небольшим ростом. Dow Jones 1,10, CP примерно так же, 1430, 13262 соответственно. То есть оптимизм, видимо, не иссяк. И очень может быть, что американцы добавят еще, догонят, что называется, текущие котировки. Тем более, что и Brent продолжает свой рост. Уже 108,40 за бочку стоит этот сорт нефти. А полчаса назад, когда мы начинали, практически на доллар ниже она стоила. Вот такая вот история. Хорошо. Давайте продолжим наш разговор о текущей ситуации и продолжаем отвечать на вопросы. Ну, давайте я уже не буду тогда вас пытать по поводу ралли, не ралли. Вопросы конкретные. Вот, в частности, наши слушатели спрашивают, почему индексы растут, а «Газпром» стоит на месте. Объемов нет. Миша. «Газпром» — это отдельная история. Инвесторы разочарованы в этом году в «Газпроме». Потому что «Газпром» торгуется на каких-то своих, наверное, трехлетних, четырехлетних минимумах. Ну, понимаете, господа инвесторы, к сожалению, менеджмент «Газпрома» не радует вас, как инвесторов, как акционеров. И, собственно говоря, если вы посмотрите график «Газпрома», то основное, скажем так, финальное падение произошло после того, как было объявлено, что «Газпром» повышает инвестпрограмму в этом году почти до триллиона рублей. Ну и учитывая, что операционные расходы вообще в «Газпроме», они, можно сказать, супернеэффективны, то, естественно, что инвесторы озадачились, а как же наши дивиденды, которые нам обещали большие, и вполне возможно, как сейчас лоббируют это правительство, 25% от прибыли. Ну и естественно, что если бы на текущий момент выплачивались дивиденды, доходность бы была от текущей прибыли «Газпрома» порядка 6 и более годовых процентов. Ну, я, честно говоря, очень сомневаюсь, что «Газпром» выплатит такие дивиденды. Наверное, на фоне этого разочарования стали продавать фонды именно «Газпрома» и перекладываться что-то в более ликвидное. Я имею в виду то, что может действительно дать какой-то доход, это там акции Сбербанка, акция «Лукойла», акции «Роснефти». Поэтому, к сожалению, в этом году «Газпром» не в фаворе, но, может быть, в следующем году, так как мы видим, что в последнее время цены все-таки на газ начинают немножко подрастать, может быть, в следующем году как раз «Газпром» себя покажет среди голубых фишек лучший рынок. Но все будет зависеть именно, скорее всего, от новостного фонда в плане дивидендов, по крайней мере, до мая. Ну, сейчас бы ты его не трогал, да, я так понимаю? Сейчас, знаете, цена 140 рублей, она очень перспективна, и «Газпром», естественно, надо держать в портфеле по такой цене, тем более. Я инвестам рекомендую покупать «Газпром» по текущей цене, потому что брать фундаментальные показатели, понятно, что это звучит, с одной стороны, смешно, но, тем не менее, иногда на это надо смотреть можно, и даже технически «Газпром» выглядит дешево. 140 рублей – это хорошая цена для покупки, для того, чтобы подержать хотя бы до дивидендных выплат. Паш, что ты с «Газпромом»? Как ты с «Газпромом»? Я согласен, что «Газпром» нужно держать. Единственное, есть одно из «за» – это дивиденды, да, то есть изменения в будущих дивидендных выплат государственных базий, государственных компаний, увеличение дивидендов – это очень хорошая причина, чтобы держать бумагу такой, как «Газпром». А в то же время сейчас, наверное, мы не должны забывать, что помимо ММВБ есть Лондон. Так вот, в Лондоне есть большая продажа. «Газпромы». Да, акции «Газпрома», других акций, ну, это связано с продажами одного из участников рынка. В целом, опять же, возвращаясь к «Газпрома», по-моему, недели две-три назад была информация о том, что в следующем году «Газпром» столько не потратит, ну, некуда тратить, потратит меньше. Поэтому «Капекс», да, это отягчающее, тем более озвученный «Капекс», обстоятельства. Но при всем при том «Газпром» способен с текущих уровней даже до дивидендов каких-то выплат показать достаточно хороший рост, там, до 10-15%, и это будет нормально. С другой стороны, мы должны понимать, вернее, обратить внимание на то, что сейчас у нас к «Новотеку» переходят контракты «Газпрома», да, то есть на поставку газа и так далее. Это довольно-таки такой серьезный звонок, что происходит в секторе, что происходит с компаниями. На мой взгляд, это неприятная ситуация, когда крупный продавец, да, теряет клиентов «Газпрома». Вот, поэтому здесь, конечно, есть над чем подумать. Но в целом бумаг у акций «Газпрома», там, с текущих уровней, на мой взгляд, потенциал роста, там, 10-15%, он есть. Ну что ж, в конце концов, не все так плохо, как оказалось. Потому что все же, я прошу не забывать, да, уважаемые слушатели, «Газпром» наше все. Так легко отказаться от всего не получится. Поэтому надо подбирать, и по текущим это достойная цена, как Миша говорит, да. Ну, в любом случае, это, наверное, среднесрочный некий инвестиционный горизонт. Значит, вопрос по поводу Ростелекома. Перспективы Ростелекома, вот, просят озвучить наши слушатели. Миш. На мой взгляд, Ростелеком имеет потенциал роста к 140 рублям приблизительно. Прежде всего, я основываюсь это на том, что сейчас Ростелеком является такой спекулятивной фишкой. То есть, вы понимаете, да, что сейчас идет некий трение различных акционеров. И поэтому, естественно, что как эти трения пройдут, мы увидим в Ростелекоме рост. И приблизительно рост, я думаю, что будет до 140 рублей. В принципе, наверное, из негативных каких-то моментов это надо понять, что будет именно с развитием Ростелекомом 4G линии, да. То есть, дадут ли им их развивать. Ну, и вот я думаю, что вот этот новостной фон, если он утихнет, и если он будет более-менее положительный, именно в сторону оптимизма с акционерами и с развитием линии, с разрешениями на это, я думаю, что Ростелеком имеет хороший потенциал роста, и текущая цена, она не соответствует тем реалиям, которые есть. То есть, сейчас заложены именно акционерные риски в текущую цену на акцию. Поэтому справедливая цена, на мой взгляд, она на уровне 140 рублей. Я не удивлюсь, если вообще в Ростелекоме захотят устроить ралли на конец года именно до 140 рублей. Понятно. Паша? Я согласен, Ростелеком. То есть, сейчас есть некий корпоративный конфликт, назовем так. В целом, компания, ну, крупнейшая компания, генерирующая просто громадные денежные потоки, да. То есть, дивиденды, да. То есть, если попытаться оценить, понятно, что справедливая стоимость, это понятие относительно. На мой взгляд, для Ростелекома, для обыкновенных акций, цена 154, это комфортная цена, да. То есть, для этих акций, да, до конца года. Ну, может быть, не 140, чуть пониже, но все равно район тот же самый. Ну, ты, да, не любишь круглые цифры, я понял. Да, не то, что круглые цифры. Компания хорошая, компания сильная, корпоративный конфликт пройдет. А по поводу присоединения связи инвеста вот еще тоже интересуются у нас слушатели. Что вы можете сказать, Паш? По поводу присоединения связи инвеста. Ну, как раз на фоне этого, скорее всего, корпоративный конфликт завершится. И завершится, да. То есть, все будут жить долго, дружно и счастливо. Генерировать инвесторам прибыль. Так, хорошо. Хорошо, давайте вот этот вопрос еще тогда мы озвучим. Времени у нас осталось на него как раз. Так, уважаемые гости, как вы оцените информацию, что топ-менеджмент Росгидра увеличил свой пакет акций? Спасибо. Миш. Ну, учитывая, что в поиску государства доп. эмиссия проходит по рублю, наверное, они рассчитывают, что она подрастет до этой отметки. Поэтому, почему бы им и не увеличивать? Так как, наверное, верят, что цена рубля, она все-таки в ближайшей перспективе будет. И вообще, Росгидра, она недоценена. К сожалению, я сейчас, наверное, часто произношу это слово, но это так. Росгидра недоценена. На мой взгляд, справедливая цена этой бумаги, при самом оптимистичном каком-то прогнозе, это порядка рубль 30. Ну, это будет именно в том случае, если государство закончит манипулировать тарифами, которые мы видели на протяжении двух лет. Вот как только государство, учитывая, что все в энергетике, что оно хотело, в плане высадки инвесторов, выкупки доп. эмиссий почти задаром, оно завершило. Поэтому, вполне возможно, следующий год вообще может стать годом энергетики и инвесторам в энергетических активах, которые еще остались живы, может показаться какое-то счастье. А что, действительно, государство, собственно, задачи себе свои решило в энергетике? Я думаю, да, вы посмотрите, все, что хотели купить по дешевке, оно было куплено, да. Доп. эмиссии, они, которые размещались чуть выше цены рынка, соответственно, чуть выше цены рынки, учитывая, что энергетика очень дешевая, они, соответственно, покупали только они, потому что кому нужна энергетика, если цена рыночная, дешевле. Все, государство в Интерау скупило все, что хотел, Газпром объединил вокруг себя свои активы энергетические, которые хотел, соответственно, дальше Виксельберг объединил свои ТГКшки, что у нас там еще, ну, по Русгидро мы тоже видим, да, что доп. эмиссии не по самым высоким ценам проходят. Все, все, на мой взгляд, сделано. РСК, ФСК, это завершающая стадия, этот цирк, который мы видели в этом году, это вот реально только цирком можно назвать, поэтому, в принципе, все произошло, и следующий год, вполне возможно, может годным встать энергетики. Вот новые идеи, кстати, да, блещет у нас, засияло на горизонте. Ты что скажешь по поводу Русгидро, Паш? Я уже не знаю насчет год электроэнергетики и так далее. Мне в целом сектор есть, и есть у него свои проблемы. Завершило ли государство какой-то там свой план и так далее. Я согласен с тем, что есть цирк в некоторых историях, в некоторых компаниях и так далее. Есть обстоятельства, именно регулирование тарифов и так далее, это немаловажный фактор, который влияет именно на электроэнергетику. С другой стороны, инвестпрограммы, да, у нас электроэнергетических компаний, тоже немаловажный фактор. Я не знаю, сектор электроэнергетики, ну, нужно выбирать. В целом за сектор, что будет Россия и так далее. Нет, ну вот давай так, ладно, выбирать не будем мы сейчас, а вот глобально, вот то, что Миша предложил, мне тоже очень понравилось. Цирк заканчивается, да, клоуны остаются, цирк заканчивается. Соответственно, это есть повод для того, чтобы, да, это был годом энергетики, потому что, ну что, уже все, все там поменяли уже. Остается только расти, жить и радоваться, как мы с тобой говорили. Паш, ты что такой грустный сегодня? Ты по поводу энергетики переживаешь? Не купил. Почему не купил? Не все так гладко в этом секторе, как и во многих других. Ну, о чем мы тут говорим? Что называется, да, у нас есть государственные компании, ну, одной больше, да, там, одной меньше, я не знаю, ладно. На мой взгляд, это погода не делает, да? Это погода не делает, есть компании с иностранным участием, здесь можно посмотреть. Все, что касается государственного участия, здесь есть вопросы. Я понял. Хорошо. Смотри, Миша, мы говорили некоторое время назад по поводу проблемы с оттоком капитала. Помнишь, да, вот вопрос по рублю мы отвечали. Озвучь, пожалуйста, то есть это продолжается, или все-таки есть какие-то, так сказать, позитивные уже? Да, если брать статистику ЭПФР фондов, то действительно мы ставим рекорды с 2008 года. На текущий момент еще данные не вышли, но вот последние 9 недель был отток, это действительно рекорд за последние 4, наверное, года. То есть мы видим, что инвесторы фактически не верят в наши акции, они их продают. Ну, я и фонды ЭПФР беру все-таки, это спекулятивно только оставляющее. Здесь, наверное, стоит обратить внимание, кстати говоря, вот я бы обратил внимание, что на самом деле ралли на российском фондовом рынке происходит, но только на рынке облигаций. Да, вот. То есть все инвесторы ждут ралли на рынке акций, а ралли-то оно происходит только на рынке облигаций, при том там надувается действительно очень хороший пузырь, и сейчас не резидентам еще разрешили покупать наши облигации, поэтому пузырек мы очень сильно надуем на протяжении там нескольких лет. И как сдуваются эти пузыри, вспомните, 98-й год. Совершенно верно помним это дело. Сейчас послушаем новости на Финам ФМ, потом продолжим. Так, ну что ж, мы продолжаем наш разговор. Разговор-то у нас сегодня интересный, насыщенный. И есть очередной вопрос, я адресую его моим сегодняшним гостям. Добрый день. Прокомментируйте, пожалуйста, новость. С 1 января 2013 года участники фондового рынка, в том числе и биржа, освобождаются от уплаты НДС. За свои услуги. С чем мы всех и поздравляем. Да, браво, 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 аплодисменты. Ну то есть это так действительно? Да, я это слышал. Ну как это отразится, как это будет отражаться клиентам, я не знаю, потому что, наверное, инвестор должен понимать, что текущие комиссии брокеров, они и так фактически просто минимальны. Если брать западные рынки, то российские брокеры – один из самых дешевых по комиссиям. Ну то есть вот это отсутствие этого налога, оно окажется где? В тарифах, в тарифах, в услугах, в комиссиях? Оно может нигде не оказаться, это все зависит от брокера. Если брокер захочет клиенту, соответственно, снизить на этот процент, если будет, соответственно, снижение, не будет платиться НДС, то, может быть, ну, как я и сказал, комиссии настолько низки по отношению к другим западным рынкам, что снижать уже просто некуда. Значит, будем радоваться за брокеров, действительно, у них будет еще одна достойная статья дохода. Это, может быть, может коснуться какого-нибудь ВИП-обслуживания, вообще говоря, да, то есть, ну, я согласен, да, то есть, как брокер отреагирует на это по понижению комиссий, которые действительно достаточно низкие, большой вопрос. Хотим мы таким образом привлечь инвесторов-спекулянтов? Не знаю, получится ли или нет. Я понял, ладно. Ну, позиция ваша понятна. Опять-таки, мы говорим о том, что, слава богу, да, у брокера, брокеру так нелегко сейчас, видимо, да, на этом рынке, ну, хоть ему немножко поддержка, небольшая. А, кстати, вот подобное решение, да, оно вообще, какое стратегическое задачу решать? Ну, стратегическое решение, я так понимаю, это привлечь новых инвесторов. Тоже. Да, для того, чтобы инвесторы понимали, что вот им дается какая-то преференция, не платить НДС, наверное, одна из немногих услуг не платить НДС, если, опять же, это будет действительно принято, так как я 100% пока на информацию не владею, что это 100% будет принято. Я слышал, но пока не владею. И если это будет принято, это цель, привлечивающая действительно инвесторов, которые еще не привлечены. Замечу, что фактически среди всех, наверное, крупных развивающихся рынков России по именно инвесторам находится на самом последнем месте. То есть сюда не инвестируют. По количеству инвесторов. По количеству, да. Сюда фактически не инвестируют. То есть количество народа, оно просто настолько минимально, что минимум уже просто невозможно еще меньше. Нашмарики. А мы говорим о частном инвестировании или об институциональном, или неважно как о каком? Здесь неважно. Здесь в целом именно инвестиции в российский рынок по клиентам. То есть, к сожалению, это российский рынок, судя по клиентам, по статистике, которая опубликовалась, не ошибаюсь, Сноуфор находится хуже Бразилии. Про Китай я вообще молчу. Бразилия нас опережает просто там в какие-то много-много раз по клиентам. Паш, почему? Потому что менталитет или еще что-то, да, там не у всех есть возможность прямого доступа и так далее. А в Бразилию, кстати, прямой доступ у всех есть? У нелезидентов прямой доступ в Бразилию? Знаете, я вам не скажу, но я так понимаю, что какие-то ограничения должны быть. Там есть какие-то преференции, но я не думаю, что там вот прям стопроцентный прямой доступ. Там есть какие-то преференции, я знаю, но скорее всего для своих инвесторов там все-таки какие-то более лучшие условия. Ну, в любом случае, видимо, там проще. Ну, как везде. Так, вопрос от инвестора. Так он себя обозвал. Уже 7 лет, боже мой. Давайте я буду медленно читать этот вопрос, потому что это не просто вопрос, это жизнь. Уже 7 лет сижу в АДРах Мечила. Сейчас в минусе процентов на 20. Что делать с бумагой? Держать? Паша. На мой взгляд, ситуация Мечила сложная. Основная проблема это долги Мечила. С другой стороны, что может быть? Ну, отвечу на вопрос сразу. Давай. Я бы порекомендовал держать данную бумагу, несмотря на все проблемы вот текущего момента. Ну, держать до упора? Или все-таки какой-то ты горизонт нарисуешь его? Ну, если посмотреть рекомендации из домов и так далее, помечила там, вообще-то говоря, апсайд безумный. От 8 до 20 долларов в расписках Мечила. Ну, это, как говорится, другой был рынок. Другая ситуация. Другие были люди. То есть, при текущей цене Мечила любая новость о реструктуризации долга, о сокращении долга, о выделении Мечил Майнинг, на мой взгляд, положительно скажется в первую очередь на расписках Мечила, потому что основной спрос, основная ликвидность на Найси. в данных бумагах. И поэтому убыток за 7 лет минус 20 процентов. Я вам так скажу, за два года инвесторы потеряли больше 20 процентов в данной бумаге. Пенсионные фонды, об этом могут не говорить и так далее. Пенсионные фонды тоже потеряли деньги. Ну, достаточно вспомнить просто динамику бумаги последние два года. То есть, если взять рублевую бумагу там с 800 рублей, бумага опустилась до 199 текущей цены. и может быть нам выше. 20-ти процентный убыток, на мой взгляд, ну, почти что прибыль. Да, да, да. Если сравнивать с остальными, то я еще и в плюсе. Поэтому, с точки зрения бумаги, да, то есть, еще раз, любое событие относительно долго, позитивное разрешение, да, там сокращение, реструктуризация и так далее. И бумагу просто, бумагу просто, если так можно выразиться, вынесут. Можно. Вырвут зубами. Миш, ты что думаешь, по-моему, по-моему? Да, ну, правильно, у Мечил действительно очень большие долги. Если мы говорим про Мечил обыкновенный, то, знаете, ну, во-первых, еще здесь надо посмотреть цены на тот же сырье, да, на уголь, которые сильно упали. Но если отброситься от этого, то финансовые показатели Мечил, они неоднозначные, но что меня, наверное, больше всего поразило последнее по Мечилу, это покупка порта Ванина за бешеные деньги, извините за выражение. А, кстати, да, что за тема? Ну, просто нас, просто, извините, мы посмотрели ради интереса, просто был просмотрен вообще вот этот аукцион, и, если не ошибаюсь, там предпоследняя цена была на порядка 10 миллиардов, там, с копейками, рублей, да, Мечилу, почему-то за него заплатил там 15 чем-то, да, миллиардов рублей. То есть, зачем делать такой шаг цены сразу чуть ли не на 50%, мне сложно понять, и, как говорят, опять же, многоуважаемые аналитики, Мечилу за этот актив сильно переплатил, потому что реальная цена как раз находится на уровне 10, максимум 11 миллиардов рублей. Поэтому, откуда Мечилу возьмет деньги на покупку активов с такими долгами, учитывая, что у него еще и в этом году будет большой убыток по итогам года, вот мне проблематично сказать, вполне возможно, будет какой-то на один инвестор, но в целом, мне эта покупка при текущем состоянии финансового Мечила совершенно непонятна. Может быть, он уже есть этот инвестор, не случайно не 15 миллиардов вываливает за Ванин это? Я бы не стал забывать, что Мечил, вообще говоря, это не градообразующее предприятие, но государственная поддержка, на мой взгляд, там будет. Понятно. Социально ориентированная. Да, с государственной поддержкой, государственный актив. Я не думаю, что компания Мечил там обанкротится, ей не дадут просто обанкротиться. Как это было с газом. Чувствует поддержку. Не, не, но это стратегическое предприятие, оно, естественно, не обанкротится, просто я к тому, что давайте мы отбросим, вот что там, государственная поддержка, возьмем просто логику. Миша, давай без логики, ты скажи, что делать товарищу, он переживает сидит. 7 лет в Мечиле, это не так легко. Ну, знаете, если товарищ 7 лет в Мечиле, если он выдержал столько всего, то я думаю, что выдержит еще не столько. Еще несколько лет в этой бумаге можно будет. Спасибо. Время, Паша, Паша, время, к сожалению, вот новые реалии, к сожалению, время и закончилось. Я вас благодарю за внимание, а слушателям успехов на рынке, всего хорошего, увидимся.